Техника, которая еще не принята на вооружении, принято называть перспективной. Именно таким является сегодня КАМАЗ-63969. Кабина двухместная. За пассажирским креслом предусмотрен переход в бронированный модуль, который вмещает 10 человек. Таким образом водитель и его напарник могут произвести небольшой ремонт силовой установки. Не выходя из-под защиты брони. Или наоборот, эвакуироваться вместе с десантом. Вообще, на входах-выходах конструкторы не экономили. Что для отечественной техники безусловное достижение. Одна дверь в правом борту корпуса, между первым и вторым колесами. Корма оснащена опускаемой аппарелью. А на случай повреждения гидравлического подъемника в ней имеется еще одна дверь. Над сидением водителя люк. Еще пять люков в крыше десантного отделения. Минная стойкость днища рассчитана на 8 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. При подрыве под колесом на 10 кг. Дополнительную защиту от взрыва мины обеспечивает специальная конструкция кресел. Машина имеет баллистическую защиту 4 уровня и противоминную 3 уровня. Макетный образец оказался излишне тяжелым в снаряженном состоянии 24 тонны на пределе грузоподъемности. Чтобы сдвинуть и разогнать такую махину, нужен соответствующий двигатель мощностью 450 лошадиных сил. Первоначально предполагалось, что это будет полноценный бронетранспортер с цельно бронированной лобовой частью и панорамными лобовыми стеклами, покрытыми бронешторкой. Способность защитить даже от попадания 30-мм снарядов. Однако в процессе испытания оказалось, что конструкция получается излишне тяжелой и сложной в производстве и эксплуатации. В результате были внесены изменения и впереди появилась забавная, практически полноценная кабина с пуленепробиваемым остеклением, сдвинутая влево. С соседнего командирского места в нее тоже можно выглядывать. Других окон в машине нет. Бронестекло устанавливается серьезное, толщиной более 100 мм, выдерживающее попадание пуль калибра 12,7 мм. Продолжение следует...